В 70-е фитофантазию, созданную известным художником-озеленителем Сергеем Венчаговым, называли площадкой для творческих экспериментов. Здесь пробовали абсолютно новые в ландшафтном дизайне техники и материалы, которые позже применяли в оформлении курорта. Например, здесь выложили стену из ракушечника, привезенного из Крыма. А потом этот пористый камень стали активно использовать в украшении города. Так создавался уникальный сочинский стиль озеленения, рассказывает ландшафтный дизайнер Владимир Петухов. Он лично работал с Венчаговым. В бригадах художественного озеленения, так называли мы, они собирались за этим столом и обсуждали насущные проблемы. За этим столом приезжали специалисты из других городов. А к нам очень приезжали из Сверевана, приезжали с Украины, с Белоруссии, с Прибалтийских республик опытом делились. За этой дверью находится мастерская, можно назвать ее и лабораторий, Сергея Ильича Венчагова. Одно из таких заседаний стало фрагментом документального фильма 82-го года «У самого синего моря». Бригада озеленителей сидит за тем самым столом из бревен фитофантазии. А вот сам Венчагов работает над своими уникальными зелеными уголками, активно используя не только разные растения, но и коряги, керамику. Сегодня в Сочи сохранилась лишь малая часть из работ Венчагова. Фитофантазия была практически заброшена. А 1 сентября по поручению главы города Анатолия Пахомова здесь начались работы по восстановлению. Из бюджета Сочи на эти цели выделили 11 миллионов рублей. Нашли фотографии, восстановили эти фотографии. И потом мы начали делать сверху дорожки, растения, посадки, сохранять то, что было раньше, используя керамику, коряги, цветы, растения. То есть восстанавливать сквер в том виде, который он был, допустим, 30-35 лет назад. Как идет процесс восстановления, сегодня оценил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ему рассказали, что на площадке в 6 соток уже проведены основные работы по расчистке. Удалось сохранить основные растения, керамические фигурки и коряги. Вот это, например, портрет Венчугова – подарок от коллег. Это, прежде всего, история, это поддержка и память о замечательном дендрологе Венчугове, который город наш делал красивым. И сегодня то, что было заброшено, то, что не было освоено – вот это все продолжение дела Венчугова. Все уголки, которые мы делаем в городе, они становятся украшением города. И буквально через два дня, три дня мы откроем сквер либо фестивальный, либо дружбы народа. Он все равно будет посвящен именно нашему 19-му фестивалю молодежи и студентов. А вот сегодняшний сквер – это, по сути, дело история. Фитофантазию планируют открыть ко дню города. Кстати, помимо этого уголка будет благоустроена и территория с фонтаном возле Зимнего театра. Такой вот зеленый подарок горожанам – главному празднику Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.